Сегодняшняя наша лекция небольшая, посвящена довольно-таки существенному вопросу, который для современного состояния энергии очень важен. Мы посвятим её использованию атмосферно-электричества. История этого вопроса восходит к концу XVIII века. В конце XVIII века появились в России такие знаменитые учёные, как Петро Василий Владимирович и Каразин Василий Назарович. Вот Петров в 1761 году родился и жил до 1834 года. Что он предложил? Он открыл электрическую дубу и положил в начало электросильни. С помощью этой дубы он получал отец воздуха непосредственно из атмосферы и воздуха. Ну и здесь надо отметить, что не только это электросильная, но это же и плазма синяя. Потому что литерическая дуга, она рождает плазму в воздухе, и в дальнейшем плазма сильная она, например, в современной химии, в плазму, в поздно-химическом процессе, только очень широко и перспективно. Вот это Петров. Каразин в это же время жил, он родился в 1773 году, а жил до 1842 года. Он хорошо был знаком с работами Петрова, был человеком энциклопедических знаний, работал во многих отраслях науки и в техниках. В том числе, ему первому пришла идея об использовании атмосферного электричества для получения дуги и для получения естественного удобрения, азотных прямо из воздуха. Ну представьте себе, что вот сейчас мы как получаем азотный удобрение? Мы едем на месторождение, там добываем его, но когда протянем электричество сначала, чтобы добыть, использовать инструменты, а после мы везем это все тоже с применением электричества, разводим по сельскохозяйственному дуги. Ну вот Каразин предложил использовать атмосферное электричество и предполагал использовать вардырские шары. Для этого. Схема воздушного шара у него была в трудах нарисована. Это его предложение, оно было до сих пор, оно в принципе не используется. В смысле только с той точки зрения, что воздушные шары, они во-первых, очень сильно ветром увлекаются и требуют, если допустим, подороза, может напомнить, то они очень опасны. А если подогревать, то они сами по себе тратят энергию. Поэтому вот, кроме того, они не отличаются большой от полезной площади. И увеличена электроэнергии, как говорится, объем электроэнергии, можно с них получить небольшой. Но сама идея, она оказалась перспективной. Вот это состояние было, прошло почти 200 лет. Ну, фактически 200 лет с рождения Каразина и Петрова появилась наша идея в 80-е годы 20-го века. Мы подхватили эту эстафетную палочку, которая вот 200 лет лежала в архивах. И наше предложение состояло в следующем. Тема Каразина была улучшена чем, что вместо воздушного шара мы предложили использовать так называемое искусственное облако. Из хорошей и выстреливанных материалов. Ну, соответственно, на облаке имеется металлическое напыление, полоски для сбора зарядов. И, соответственно, край этого облака подсоединен тоже к проводнику. А проводник соединен с землей через трот, через поводок. На полоски укреплен проводящий кабель для передачи заряда земли. Вот и такое изобретение у нас продлинилось, и оно прошло, получило авторскую свидетельство. Вот прошло с тех пор более 20 лет, около 20 лет подачи этого изобретения, получили авторскую свидетельство на них. За это время произошли заметные изменения в технологии получения вот таких вот материалов, достаточно тонких по размеру, электрических материалов, которые накапливают большое количество заряда, и они достаточно лёгкие, используются они в космосе, и в практике используются достаточно широко. В связи с этим плюс нанотехнологии. В появлении нанотехнологии, конечно, это весь этот воздушный звень искусственного облака, я его вызываю воздушный звень, потому что оно свободно там болтается воздух, и на нём за счёт трения воздуха появляется заряд. Заряды. Эти заряды накапливаются очень быстро, и передаются наземным по соответствующим зарядам. Вот такая идея. Но сама по себе идея не патентуется, которую я излагаю, она не заявляется, но соответствующее решение было сделано, оно проработано, была сделана проработка. Но, конечно, не для нервного применения, а двойное применение было в этой системе. Ну, сами понимаете, если такое облако будет, то его можно как последующую и плюс активную защиту выставить для определённого объекта, который угрожает ракетный, допустим, агрессионный удар, можно как активную защиту его использовать, подбирая соответствующий материал. И плюс тому можно передавать энергию не только оттуда с облака, но и землю можно на облако подать на этот защитный материал. Поэтому защищаемый объект надёжно будет прикрыт с воздуха. Таким образом, это облака, активная защита. Это с точки зрения военных. А с точки зрения практически, конечно, для таких целей, как на местах, на месторождении, как источник электроэнергии, в другие доступные места, где нет подачи электроэнергии. Ну, мы знаем, что воздушный поток-то используется в ветряках. Но эти ветряки, они довольно сквозны по конструкции и малонадёжны, в принципе. Вот. Ну, ещё я заметил, что вот это искусственное облако может быть также служит в полупроводниковом покрытии, которое воспринимается солнечным излучением солнца. То есть, дополнительный ещё, как дополнительный источник, там будет использоваться потенциал. Вот это идея. Если напылить, полупроводить. То есть, здесь эта идея имеет большие направления развития и очень большие применения. Естественно, как гражданские применения, так и специальные применения обороны. И почему я вот эту вот идею сейчас выношу, потому что именно в связи с большим прогрессом материаловедения появилась прямая возможность использования этого дебютия на современном этапе, и проработки его студентами, аспирантами, диссертантами, декторантами для того, чтобы получить реальные образцы промышленного производства таких вот искусственных облак. Ну, здесь я вопрос с идеей сказал, что это вот одно облако, но там могут быть многослойные структуры. В конкретном самом предложении, в заявке между дебютими, там много различных вариантов рассмотрены. Ну, здесь вот, конечно, целесообразно только идею вот эту вот рассказать, поскольку сама заявка не публикуется, а вот идея сама не путают в дебюти. Вот к вам, к этой лекции, которую я вам сегодня пытаюсь прочитать. Это моя 15-я лекция «Атмосферное истинничество». Повторяю вкратце, вот история. Титров, спасибо, Владимир Владимирович. Это все истоки этого процесса. Электродуга, начало электротинии, получение числозу, то есть воздуха, слабых сил. Каразин Василий Назарович. О нем имеется материал вот на этом сайте. Преослав РУ, то есть приоритет славянский, славянский президент РУ. Кстати, могу сказать, что имя Василия Назаровича Каразина, Каразина носит Харьковский государственный университет. Вот схема Каразина с Вашгусом Саров. Схема Каразина. Вот одни и наши. Я покажу им здесь, как смогу. Ну, здесь что следует отметить, что воздух мы используем сейчас уже можем по полной программе. Это и ветряки, это и солнечные батареи, солнечные панели полупроводниковые. Но что касается солнечных панелей, то здесь трудность такая. Вроде как они хорошо работают в телевизоре, когда смотришь их на телевизор. Но когда проходит год, то, естественно, там, мы же не в раю живем, а в реальном мире у нас пыль имеется. Пыль оседает, дожди, пыль. Все это оседает на этих полотнищах полупроводниковых пластинах. И приходится эти квадратные, сотни квадратных метров, этих полупроводниковых пластин, кому-то мыть, чистить. Но это очень большой труд по обслуживанию живого этого хозяйства. Также ветряки. Ветряки имеют следующий недостаток, то, что они нарушают экологию самой земли. Вибрация от ветряков влияет на структуру почвы, влияет на обитателей почвы, которые осуществляют полезную работу по структурированию этой почвы, по превращению ее в полезный продукт для растений. Кроме того, ветряки требуют тоже небольшого обслуживания. Вряд ли они долго проработают, поскольку подшипниками эти системы... Мы в дальнейшем будем говорить о проблемах, связанных с подшипниками. Но вот тоже малонадежно. И кроме того, их не передвинешь, ни панели никуда не передвинешь. Дверь с места этого что нельзя. А вот такие вещи, как искусственные облака, их можно переместить в любое место, элементарно. И запустить, как воздухово смерть, где он китайцы выпускает. Также и эти искусственные облака можно запустить. Кроме того, мы же можем с них получать импульсы, соответствующие молнии. Потому что облака реально даже более эффективны, чем эти водяные облака. Дадут они заряд гораздо больше. Электротматериалов, типа нейлона, там лавшана, которые очень электролизируют. И электронакапливающие заряды. Фактически это электротворная машина, воздушно-электротворные машины. Спасибо большое за внимание. До свидания. Продолжение следует...